Амина, вам слово. Добрый день, мы продолжаем работать на площадке 8-го Конгресса финансистов Казахстана. Сейчас у нас в гостях мобильная студия председатель Центрального банка Республики Армения Артур Джавадян. Добрый день, Артур Юрьевич, рады вас приветствовать в Казахстане на этом Конгрессе. Скажите, пожалуйста, какие перспективы и возможности стоят перед СНГ в использовании национальных валют в расчетах по внешнеторговым операциям? Мы считаем, что решение проблемы активизации использования национальных валют по взаиморасчетам, по внешнеторговым операциям можно достичь только с помощью рыночных механизмов. И в этом плане, я думаю, надо менять. Вот уровень долларизации, о котором всегда идет речь, очень высокий в наших странах. И уровни похожие, наверное, единственное исключение здесь в России, где исторический уровень долларизации был невысокий. Но в наших странах, я думаю, надо менять долларизацию сознания людей, сознания бизнеса. А как этого достичь? Надо через определенный. Во-первых, низкий уровень инфляции. Во-вторых, надо повышать доверие к собственной валюте. Как это делать? Ну, конечно, центральные банки используют разные методы. Например, в законодательном порядке Республики Армония существует запрещенная выдача кредитов во многих направлениях в иностранной валюте. Это касается потребительских кредитов, это касается кредитов на покупку жилья, то есть ипотечных кредитов. Сейчас мы даже поменяли закон и ввели некоторые ограничения на выдачу мелким кредитам малому и среднему бизнесу. И, конечно, как я отметил уже ранее, самое главное – это поменять менталитет бизнеса, то есть поменять их отношения к самим доларизациям, чтобы уменьшить уровень доларизации сознания людей из нас. Но вы считаете, что бизнес может вполне обойтись без доллара и проводить взаиморасчеты в национальной валюте? Ну, в принципе, сегодня бизнес может обойтись без долларов. Ну, в расчетах, конечно, со странами бывшего СНГ и тем более в Евразийском Союзе это возможно существует. Потому что сейчас уже обсуждается введение определенных расчетов. Ну, вы помните, какие были интеграционные процессы в Европе? Они длились около 50 лет. Сначала была расчетная валюта введена, а потом единая валюта. Ну, там было много ошибок и много уроков, которые сейчас существуют. Я думаю, мы должны все это изучить и только, имея этот полностью опыт и осознавая те ошибки, которые были, только после этого думать уже о единой валюте и о полностью переходе на расчеты единых валют. А что касается, значит, вашего вопроса именно, вот, бизнес, как будет поведение бизнеса, поведение бизнеса по многому зависит от условий, которые существуют в данной бизнес-среде, в данном государстве. И я думаю, мы должны менять вот эти условия. Если мы обеспечим соответствующую макроэкономическую и финансовую стабильность, то в этом случае бизнес будет более спокойный. Если не будет волатильности на тех же валютных рынках, отношение бизнеса будет совершенно другое. Ну, а какие меры предпринимает Центральный банк Армении для повышения привлекательности национальных валют в использовании по внешнеторговым операциям? Я частично это отметил, это меры, то есть те законы, которые у нас есть, вот недавно приняли новые законы. Мы ограничиваем выдачу кредитов по некоторым методам кредитования в иностранной валюте. А второе, конечно, это самое главное обеспечение вот макроэкономической стабильности. Это обеспечение уровня низкой инфляции, это, значит, обеспечение условий, рыночных условий для бизнеса, создание больше инструментов для бизнеса, чтобы у бизнеса были больше возможностей инвестировать в национальные валюты, чем в иностранные. И плюс изменение доверия. Я думаю, к этому мы должны прийти все вместе. То есть рынок, потому что я, ну, самое важное, я подчеркиваю это уже несколько раз, это изменение менталитета, ментальности людей и увеличение доверия к национальным валютам. Наши валюты еще молодые. 25 лет для валюты это еще очень короткий период времени. И поэтому, вы помните, до этого у нас 70 лет в наших странах, по крайней мере, была совершенно другая валюта. Все привыкли к той. А сейчас быстренько все меняет. Появилась волатильность и на рынке были же и денежные реформы, и в СССР. То есть люди еще помнят те реформы, плюс люди помнят о волатильности в начале ведения наших национальных валют. И сейчас сложно, конечно, изменить все сразу. Я думаю, мы к этому придем постепенно. И подчеркиваю еще раз, что мы за то, чтобы все эти вопросы решались в рыночном пути. А какие меры может перенять Национальный банк Казахстана из опыта Центрального банка Армении? Мы в очередь близких, в очень близких отношениях с Национальным банком Казахстана. У меня связывают личные и дружеские отношения с господином Акишевым. Я думаю, мы очень часто обсуждаем эти вопросы вместе. Я думаю, все, о чем мы сейчас говорили, это наша общая точка зрения. И я думаю, на сегодняшний день все эти законы, которые существуют сегодня в Казахстане, и все те решения, которые здесь есть, они достаточны на сегодняшний день для изменения климата в сторону национальных валют, увеличения доверия к национальным валютам. А касательно банковского сектора Армении, какие меры принимаются Центральным банком для обеспечения стабильности финансового сектора в целом? Знаете, что мы, наша последняя конституция, мы сделали изменения, и кроме ценовой стабильности мы ввели понятие финансовой стабильности. И это не противоречит тем мерам, которые мы принимаем в отношении банковского сектора. И за последние 10 лет мы сделали довольно-таки серьезный прорыв в этом направлении. И меры обычные, которые поднимаются во всем мире. То есть мы используем все инструменты, мы используем макроэкономические все инструменты. И я думаю, иногда, конечно, меры очень жесткие, мы провели увеличение уровня капитала, капитализации банковской системы. В 2014 году мы приняли решение непопулярное, мы подняли. Сейчас минимальный размер банковского капитала в Армении – это порядка 60 миллионов евро. Где-то в такой порядке. Ну, на этом мы закончим нашу беседу. Спасибо вам большое, Астер Юрьевич. Мы продолжим работать в мобильной спите буквально через пару часов. Спасибо.